Добрый день уважаемые коллеги приветствую вас на нашей секции которая называется профилактика риска я буду модерировать эту секцию я представлюсь Луговская Ольга Николаевна я эксперт организации здравоохранения ОНФ регион заботы и член правления ассоциации профессиональных участников поспесной помощи и эксперт фонда вера сегодня я хочу начать нашу секцию с доклада о профилактике связаны со стомами насколько часто встречаются эти осложнения в результате чего они возникают давайте быстренько так схематично разберем итак появляется определенная симптоматика у пациента он обращается хирургическое отделение как правило это экстренная ситуация по экстренной оперируется пациент и выводится стома последующем особенно если это наши онкологические пациенты долго не держат быстренько выписывают и отправляет кабинет стом кабинет вообще конечно эти кабинеты должны быть практически на район в зависимости от населения в каждом районе но к сожалению это не всегда так бывает и как правило они наблюдаются у хирургов насколько компетентны хирурги в ситуации какие необходимые средства реабилитации для нашего пациента поговорил ли он с нашим пациентом объяснил ему опять же мы должны понимать что в данный момент может пациент для него это все неожиданно сложилось и слышит ли он нас в данный момент и дальше оформляется карта переходит она клиника экспортную комиссию там уже никто ничего не решает то что выписали на как говорится врач так и дальше пойдет медико-социальная комиссия подтверждает и дальше фонд социального страхования переводит компанию дистрибьютор которая просто тупо привозит эти все средства они не рассказывает но объясняет и иногда наши пациенты они находятся а что же дальше с этим делать и как жить и что какие профилактика и конечно возникают большие проблемы во первых у них еще существуют психотравмирующие переживания фактор такое это эмоциональное напряжение забоченность чувство обиды стыда брезгливость к собственному телу и поэтому здесь основная задача это реабилитация пациента перенесшей операции это информирование самой стоми об основных принципах ухода за ней и какие средства необходимо использовать вот так если у нас все хорошо все работает вот так выглядит у нас идеальная стома где мы только наблюдаем и контролируем даем какие-либо консультации общие пациенты но жизнь складывается иначе и осложнения дерматологические очень частые они вызывают спектр таких тягостных симптомов у пациентов но если мы считаем по основным центром потому что общей статистики такой нет но основные центры где пациенты обращаются это до 60 процентов осложнения во всем мире это считается где-то 2-3 процента до 3 процента но вот у нас что-то так вот весело а почему да потому что в принципе эти люди у нас бесконтрольно особенно палеоативные пациенты вроде как их уже и передали там разбирайтесь сами и некомпетентность медицинских работников которые находятся поликлиники не совсем они знают и не совсем ведут что с этим нужно делать вот в этом моим словам подтверждение это как раз мы смотрим вот на яндексе где подбор слов есть здесь у нас где-то получается за месяц вот марте месяца и анализировала за месяц было 132 тысячи 300 обращений это кто обращался это обращались пациенты у которых уже возникли эти осложнения которые вообще не знают что делать и куда бежать и так по всемирной статистике здравоохранения на тысячу людей в среднем приходится один стомированный пациент ориентируясь на эти цифры мы должны понимать что в россии должно быть от 100 120 тысяч таких пациентов но но здесь мы видим другую вещь мы видим что только 40 тысяч пациентов стомированных является инвалидами и те которые получают средства реабилитации бесплатно по программе где остальные пациенты остальные пациенты они на вольных хлебах они не знают что им положено это бесплатно они не знают толком какие это средства и так далее и вот из этой статистики 40 тысяч мы видим 80 процентов и такого стомы 11 это и ластомы и 9 процентов уростом но если мы так прикинем по нашим пациентам то конечно с уростом и пациентов далеко не 9 процентов но тем не менее такова статистика и так и вот мы видим вот эти вот факты те пациенты которые не не входят в эту цифру обслуживания пациентов у которых нет колоприемников который не знает это использовать и называется придумай сама что-нибудь ты же умненькая вот таким образом они и пытаются себе помочь о качестве жизни мы можем говорить в этом случае да конечно качество жизни здесь полностью отсутствует здесь просто проблемы на выживание во первых это тяжело для самого пациента это для окружающих становится невозможно и вот эта вот тягостная ситуация она очень сложна довольно частые перистомальные кожные осложнения встречаются и требуют специального лечения ну это аллергические реакции на клеевую основу к счастью они все реже и реже стали у нас появляться потому что все-таки более качественные закупаются колоприемники это мацерация это инфицирование кожи это грибковые инфекции тоже довольно таки часто встречается особенно у паллиативных пациентов после химиотерапии лучевой терапии имеет место быть какие основные причины этих осложнений но прежде всего это не плотно не герметично прилегание самой пластины частично каловой массы попадает на плод на пластину конечно здесь заходит вниз раздражение половая масса это ферменты это такие вещи которые очень быстро раздражают и отсюда начинается во первых не герметичен сам калоприемник он быстро отстает и раздражение под кожей но естественно как мы уже сказали жизнь пациентов невыносима это ограничение в жизни снижение качества жизни и пациенты закрываются никуда не выходит потому что чувство страха что что-то с ними произойдет значит но в принципе с чем мы сталкиваемся в этой ситуации кроме того что болевой синдром затрудняется уход за ском и наклеить на такую раздраженную кожу невозможно мы в колоприемник пациенты отказываются вот как раз начинает прикладывать тряпки пеленки и так далее в принципе здесь все можно сделать консервативно и здесь необходимы дополнительные средства ухода которые уже необходимы нам для излечения такого осложнения ну и посмотреть у пациента если вообще в наличии эти средства которые должны должны быть у него иногда они даже у него есть но просто он не знает какими пользоваться поэтому мы должны быть в курсе и прежде всего научить пациента объяснить объяснить пациенту как этим пользоваться и так берем первое осложнение это эритема это ограниченное разлитое покраснение кожи разника возникающие при воздействии различных факторов какой здесь основной фактор мы видим это клеевая основа то есть пациента кожа очень нежная после операционная и соответственно когда снимается вместе с клеевой основой снимается часть эпидермиса возникает очень быстро осложнение инфекция и дальше это все уходит глубже и глубже поэтому чем раньше мы это замечаем если только нам пациент пожаловался что под пластину не возникает зуд и жжение значит здесь мы должны немедленно принять меры для того чтобы все какие это меры но прежде всего значит мы обязательно не забываем о том что пациента не ограничиваем мы в гигиене то есть он может совершенно спокойно принимать душ как обычный здоровый нормальный человек здесь мы ничего не подтвердили не повредим здесь у нас если такой возможности у пациента есть нету то значит это теплая водичка ванночки промываем просто с водой никаких специальных средств дубящих это в интернете очень много хозяйственное мыло это прочее прочее адресивные вещи ни в коем случае не используем то есть обычный гигиенический душ привык он каким-то там гелем пользоваться ради бога дальше подсушиваем промакивающими движениями последующим даем возможность маленько подышать раневой поверхности поэтому лучшими смену колоприемника проводить в те промежутки когда нет поступления половых масс это конечно утром да когда он еще не ел и здесь как бы у нас более-менее нормально так дальше мы что делаем делаем специально существует такой замечательный порошок стомодизит который в общем-то снимает раздражение мы припудриваем его он такой как пудра припудриваем равномерно дальше в этом случае мы сразу переводим нашего пациента на двухкомпонентный колоприемник то есть отдельно пластина на которой наклеится на 4-5 дней и эти пять дней все вот мы оставляем меняем только сам верхний мешок и что очень важно в этой ситуации так как одна из причин отклеивания снятия самой пластины это мы используем специальный значит средство которое называется очиститель кожи но он растворитель клеевой основы и помогает снять безболезненно колоприемник то есть достаточно край колоприемника спреем сбрызнуть и он отстает совершенно сам это очень важно еще для тех людей у которых пациентов у которых на коже есть волосистый покров выстригать это очень сложно и практически невозможно даже если мы выстригаем через четыре-пять дней мы снимаем и волоски подрастает и мы их опять вырываем поэтому здесь это панацея прекрасно сбрызгнул снял безболезненно то есть мы не повредили эпидермиса поэтому у нас уже восходящие инфекции там соответственно не будет то есть где мы его еще можем принимать да очень много таких в педиатрии любая пластырная повязка это у нас когда достаточно сейчас следующий докладчик будет говорить о лечении хронических ран когда у нас клеится пластырная повязка поверхности и кожа там сухая тонкая и чтобы мы вместе с пластырем и не снимали тоже очень хорошо использую и так идем дальше дальше мы уже немножко проследили проследили и тут есть у нас уже визикула то есть полосное образование серозно-геморрагическая жидкость которая в общем-то лопается и присоединяется инфекция на такую стома мы с вами не можем наклеить колоприлинг он просто не будет у нас фиксироваться потому что выделяется жидкость и никакая пластина здесь у нас не устоит поэтому прежде всего наша да вот очень часто такие вещи встречается это с цистостомы когда подтекает цистомы это при гастростомы то есть принципе здесь одинаковый подход когда есть вот это вот мацерация что мы используем ну конечно мы здесь используем как я уже сказала вот этот вот порошок для того чтобы снять вот это вот значит воспаление дальше мы закрываем специальными кольцевые пластины они существуют разных размеров как мы здесь видим на этой слайде они есть побольше из поменьше они прекрасно моделируются хорошо дают дополнительную фиксацию к ней хорошо приклеивается фиксируется колоприемник и не создает проблем когда мы снимаем уже через пять дней мы видим что здесь все буквально подживает то есть великолепная вещь которая нам помогает но здесь очень важно если он у нас будет на однокомпонентном колоприемнике в этот момент то мы к сожалению не ничем особо не поможем то есть ежедневное отдирание этого колоприемника приводит более тягостную ситуацию как работают эти пластины но они по ширине мы выбираем та которая нам необходима то есть она снимает вот это местное воспаление предотвращает дополнительно протекание если у нас чуть-чуть плотно не идет какая-то симметричная самая по себе кишка поэтому здесь нам дает возможность дополнительной фиксации герметичности выравнивает кожные покровы если где-то здесь есть шов который будет мешать не будет достаточно фиксации здесь в этом случае нам очень сильно помогают они и так вот мы посмотрим на одной пациентке это значит наложено наложено было власти кольцо и вот при снятии мы видим что буквально все снимается очень быстро и здесь уже более глубокий дефект поражение идет эпидермиса образуется после вскрытия пузырьков и конечно дном эрозии является эпители частично сосучковый слой и тут уже у нас более тягостная ситуация но опять же здесь мы уже применяем с вами крем акридерм после гигиены мытья подсушивания накладываем крем очень важно здесь понимать что есть мазь не перепутать с кремом здесь должен быть только крем если мы будем использовать любые мази то у нас просто последующие пластины не при фиксируется затем после акридерма мы опять накладываем стомогизит порошок и дальше кольца таким образом у нас получается двойная фиксация дополнительная я хочу сразу предупредить что заменить стомогизит какими-либо другими порошками пудрами и так далее не получится это специально разработанный порошок потому что очень много пытается и присыпками всем просто не зафиксируется пластина и так дальше здесь уже влажное заживление мы будем использовать влажную терапию здесь ситуация каковая очень часто кстати встречающиеся у нас палеотипе пациента выписали из хирургического отделения ничего ему не сказали он сам там работает ему даже не сняли швы и вот по истечении полутора месяцев там где были швы здесь соответственно расползается что мы делаем но прежде всего мы снимаем швы все разводим по возможности разводим где есть хороший доступ у нас в этой части да тампонируем любой альгинатной повязкой затампонировали сверху мы накладываем опять же ту же самую пластину очень плотно герметично и используем двухкомпонентный колоприем мы видим пожалуйста вот начало и вот дважды мы сменили через четыре дня через восемь дней мы уже видим совершенно другую ситуацию здесь еще очень важно что при накладывании этих колец и использовании вот этого порошка стомогизива болевой синдром изжение снимается сразу но хочу предупредить сразу о том что вот эти вещи которые раньше был часто используется категорически нельзя мы кожу дубить с вами не будем сейчас об этом более подробно поговорит следующий докладчик но эти средства мы полностью исключаем какая основная наша профилактика это конечно организовать уход за стомой это правильное использование средств за стомой и мониторинг стомированных пациентов что нам для этого необходимо это прежде всего мы должны донести информацию до самого пациента или если он это нас не слышит и не понимает это ухаживающие родственники или кто там ухаживает за ним то есть мы должны посмотреть способен ли к обучению человек ухаживающий ли сам пациент насколько он адаптирован к стоми насколько образ жизни позволяет ему это делать если у него достаточно зрение моторика рук может ли он сам себя обслуживать тип телосложения при ожирении они иногда даже не могут дотянуться то есть вот эти вот факторы мы должны все определить и дальше мы начинаем но профилактика начинается самого изначального то есть как только прооперировали как хорошо когда мы пациента заведомо предупреждаем говорим о том что вот необходим возможно после во время операции будет выведена вам 100 мы уже пациент как-то психологически готов ежели наш пациент по экстренной взяли и нам пришлось это сделать конечно он не готов и он держит конечно обиду и так значит психологическая подготовка дальше мы должны пациента посмотреть в разных стадиях полотцов положение лежа вроде ничего нам не мешает все хорошо все ровненько положение сидя у нас нависает складка и положение стоит тоже нависает складка очень часто бывает после оперативного вмешательства они сразу теряют достаточно массу тела все-таки стресс нарушение питания не конечно здесь на эту часть часто можем видеть такую ситуацию мы определяемся для себя сразу после операционным периодом первый этап это применяются хирургические колоприемники они достаточно большие фиксирующая пластина у них большая дальше они прозрачные это клеенка она неприятно хрустит а самое главное пациент видит вместе с нами то что оттуда отделяемое это вызывает большую брезгливость но это нам необходимо на первую неделю и поэтому тире 7-10 дней мы находимся швы сняли и дальше переводим нашего пациента на другие однокомпонентные колоприемники к сожалению очень часто бывает они так пожизненно на этих колоприемниках остаются на самом деле они назначаются только на месяц они прекрасно конечно плоские гибкие удобные вношения есть которые значит можно открытые есть закрытые здесь уже но самая главная проблема что смена колоприемника независимо 1 компонентный или 2 компонентный он меняется когда наполнение идет на 1 3 если заполнение идет больше то оттягивается пластина нарушается герметичность и как раз же нарушается эпидермис и недостатки это частная смена ведет к нарушению целостности мацерации мы использовать должны по всем правилам однокомпонентные колоприемники в течение месяца после операции когда у нас уже сформировалась стома мы прекрасно видим здесь мы уже перейдем на другие двухкомпонентные колоприемники они состоят из пластины и самого мешка пластины широким диапазоном большой выбор у нас есть это и полные где полностью гидроколлоидная основа значит есть облегченные есть фланцевым креплением есть без стыковки и со стыковкой давайте сейчас мы их разберем и так смотрите полная облегченная пластина здесь существует фланцевая стыковка то есть вот это вот кольцо и на мешке у нас тоже есть вот это вот кольцо мы закрываем как консервную банку крышкой герметично и без проблем очень часто сотрудники говорят что очень сложные пациенты не любят такие системы потому что нужно нажимать чтобы герметично они сошлись как говорится и давить на живот и пациентам не всегда это комфортно и болезненно значит это является нарушением технологии когда значит пластина которая на теле наклеена наберет температуру тела это пластина она не имеет температуру тела и поэтому конечно она жестко закрывается нам всего-навсего нужно эту пластину подогреть как мы ее подогреем широкий диапазон мы можем в начале манипуляции можно просто этот мешок положить под бок пациента пока мы обрабатываем моем и он уже согреется или это будет там феном или батареи на батарею положите посмотрите чтобы она не расплавилась и таким образом она тогда легко закроется плотно и будет достаточно герметично без всяких болезненных процедур очень удобно но здесь мы смотрим нашего пациента вот это фланцевое кольцо которое вот здесь существует если вот это вот складка у нас есть она будет давить вот в этом месте конечно пациенту будет больно и неприятно для этого существует пластина без фланцевой стыковки которая точно так же как однокомпонентная наклеивается и вот на эту часть наклеивается дополнительно вот этот вот мешок и используется очень удобно для пациентов таким образом 4-5 дней может пациент пользоваться этой пластины менять лишь только мешки он может и посещать душ с этой пластины с не отсоединил колоприемник пошел душ то есть ограничений никаких таких пожизненных у него не существует только николай на время так дальше мы его используем втянутые стомы 30 минут же или 20 так втянутые стомы значит это конвексные пластины которые имеют выемку и плотно садятся броневую поверхность здесь мы можем смоделировать еще конвексную пластину с помощью колец есть пластинчатые пластины пластичные так называемые которые можно с помощью рук развести по краям и они потом наклеиваются не надо вырезать никакое отверстие она плотно обнимает пластину и есть еще нейтрализаторы запаха но это меньше всего нас волнуется но главное здесь нейтрализуется газомет раздутие тогда не будет отклеиваться мешок и соответственно здесь еще у нас будет у эластомы у пациентов с эластомой жидкий стул который может затекать если мы используем эти саше стул сформируется в гелевую основу и здесь не будет подтеканий защитные пленки это вот для того чтобы лучше была фиксация есть средства перистомально для герметичности кремовой основе вместо колец но важно наносить их на от края на 0,5 1 сантиметр тоненьким слоем чтобы не получилось вот такая ситуация мы прижали и клеевая основа вылезла или накладываем на этот слой и так для того чтобы правильные были средства необходимые у пациента у нас есть по приказу 86 от 18 года мы имеем право два раза в год менять карту реабилитационную если у нас в этом есть необходимость сначала начали одни средства можем перейти дополнительные выписать это все пациента том о чем я вам рассказала получат совершенно бесплатно значит это вот о том что все пациенты которые имеют любые стомы обеспечиваются государством бесплатно можно использовать эти значит соответственно приказы ну и для пациентов и для врачей если возникают такие какие-то вопросы можно обращаться на сайт стомированных пациентов где можно получить достаточно четкую консультацию для наших пациентов и пациенты могут тоже общаться в итак благодарю за внимание